приветствую всех итак наступает вторая волна кризиса для украины когда она наступит она наступит можно сказать с момента повышения минимальной зарплаты в америке как это будет выглядеть вы это сейчас увидите я вам покажу слайд то есть это периодически они делают в америке раз там в 10 лет повышают минималку соответственно цены в долларе сразу же вырастают синхронно то есть в америке доллар после повышения минималки обесценится когда минималка повысится естественно цены на все вырастут синхронной цены во всем мире все что привязано к доллару вырастет и синхронно у нас станет коллапс с курсом доллара который повысится как минимум до 60 гривен за один доллар это это минимум который я ожидал бы почему так перейдем к слайду и к истории того что происходило в прошлом вот смотрите у нас какой-то период до 2005 и 2006 года был была минималка 5.15 потом минималку научили синхронно подымать в течение трех лет и уже на пике 2008 года когда повысили уже до 7.25 у нас произошел коллапс кто помнит курс доллара в украине был 5 гривен за доллар потом он стал 8 то есть если сейчас я сейчас я рассмотрю два варианта первый вариант постепенное повышение в течение одного от одного до трех лет ну это так гипотетически в теории и не знаю как байден это сделать сразу резко повысит до 15 или он это сделает последовательно то есть если это будет последовательно значит у людей будет шанс еще кто кто может раздуплиться и реинвестировать свои активы во что-то более надежно и тем самым не потерять свои сбережения которые они держат в деньгах то есть если это произойдет резко что я ожидаю ожидаю я очень простую такую динамику допустим повышен смотрите 2006 пошел рост на цен цен на недвижимость и до 2008 произошел пик это в украине это динамика роста цен за сколько за 10 лет ну чуть больше за 12 лет нет еще больше 2006 по 2020 нет даже уже 2001 можно сказать короче до декабря в общем я ожидаю резкий рост течение какого-то периода времени там одного двух лет на цен на недвижимость потом придет пик то есть этот пик будет говорить о том что люди уже не платежеспособны покупать по сумасшедшей высокой на тот момент который будет за недвижимость то есть произойдет своего рода тоже коллапс я думаю одни застройщики выживут одни станут долгостроями ну и в общем курс в этот момент гривны будет на максимум даже доллара не гривны это будет за 60 гривен за доллар то есть я ожидаю такого вот еще покажу твит от самого байдена вот он тут обещает что мы вернемся назад хорошим так сказать временам до полу повысим минималку до 15 долларов повысим уровень жизни для семей америки то есть они думают о себе что думают наши я думаю наши думают олигархи тоже только о себе а все остальные уже кто как выживет так в общем первый слайд есть второй у нас как сохранить деньги прежнюю ценность на нынешнем уровне то есть ценность тех денег которые у нас сейчас да то есть сейчас мы рубавера на 10 гривен можем купить одну буханку хлеба после повышения цен на все и обесценивание гривны мы сможем купить не одну буханку а уже пол буханки хлеба а может даже и одну треть буханки хлеба это так по простому что я советую инвестировать естественно если у вас такая есть возможность не каждый может сделать то что здесь я написал первое в ликвидную недвижимость ликвидная это та которая максимально находится к центру города мимо и к самой лучшей развязки по транспорту то есть не где-то там на за околица города и не знаю там как говорят у нас народе в ебенях откуда тяжело доехать там она как была дешевая она там может такой быть а может и и дешевле стать но хрен его знает в землю которая никогда не падает в цене и не будет падать а будет только расти в товары в какие товары ну как по мне так это в товары которые точно не портятся это не бытовая техника которая постоянно обновляется старая нахрен никому не нужна и считаю что товары только такие как строительные ну или эквивалентно таким как строительные то есть то что можно будет всегда использовать то есть если говорить таким грубым языком то купить кирпичи которые в дальнейшем не обесценятся но с которых вы всегда сможете построить грубо говоря дом то есть тут это уже полет фантазии вы должны сами подумать какие товары в дальнейшем могут сохранить ваши активы инвестиции в акции акции нужно отбирать с умом и понимать что лучший вариант это конечно же корпорации и монополисты которые существовали десятки лет и которые будут существовать и дальше которые будут выживать как я уже в прошлом видео говорил какие акции я инвестировал это инвестировал я в акции круизных компаний они давно существовали они и будут существовать и никуда они не денутся они могут перестроиться они могут модернизироваться что собственно и не делают сейчас последние несколько месяцев они старые корабли не ликвид они их списывают на металлолом или продают скажем в индию там в китай куда угодно они этот хлам распространение распродают так пауза так продолжаем теперь следующий слайд у нас будет инвестиции в знания и здоровье в общем инвестиции прибыльную информацию принесет которые деньги поможет сохранить сбережения это могут быть даже курсы либо просто какие-нибудь статьи но которые имеют ценность их нужно искать самому в интернете и не обязательно за это платить то есть тут нужно иметь настойчивость и постоянно искать и мониторить информацию сфильтровать мусор от полезного инвестиции максимальную экономичность и независимость то есть вот три пункта которые обозначил это никому не не ново то есть это всем как бы известно и понятно но практически 95 процентов этого не делают то есть а может даже и больше каким образом допустим вы живете в частном секторе сейчас я буду говорить только о частном секторе вопрос для тех кто живет в квартирах это уже другая история тут сложнее на мой взгляд но для тех кто живет в частном секторе это уже намного проще и этого можно добиться то есть не бояться технологии примеру купить солнечные панели что это дает первое вы можете подключиться к зеленому тарифу продавать электроэнергию либо купить солнечные панели которые будут покрывать только ваши издержки это свет отопление а также вода и так когда у вас независимость плане энергетики то есть вы можете еще раз повторюсь обеспечить себе электроэнергию отопление и воду то есть каким образом частном секторе можно сделать скважину поставить насос электричество будет качать вот вам бесплатная рубая вода и так далее то есть вы практически ничего не платите за коммуналку то что потребляет как минимум треть а то и бывает все зависит от того у кого какие доходы а то может быть и половину доходов от заработной платы то есть я считаю что нужно задуматься первую очередь о минимизации и урезать по максимуму свои затраты также отказаться от бесполезных и ненужных трат у каждого это свои траты каждый ведет свой бюджет по-своему кто-то вообще его не контролирует и транжирит налево-направо то есть бесполезные траты это те же самые привычки вредные я считаю это пойти попить пивко покурить то есть это то что относится к вашему здоровью и к бесполезным тратам в общем все здравоучений конечно же не будет у каждого свой выбор так что каждого своя голова думайте сами и инвестируйте говорится и думайте о том что сейчас время возможностей не думайте о том что было время возможностей в 90-х возможности есть всегда и сейчас я вам примерно сделал наводку на то куда можно инвестировать и сохранить свои деньги в общем все следите за моим каналом следующее видео выйдет возможно о участке то есть продолжение моего бизнес направления также загружу видео наверное сегодня же и загружу может быть завтра еще одно бизнес направление для дома на 3d панелях из гипса я вам покажу коротенькое видео там не будет комментариев там просто будет последовательность заливки пропорции то есть все будет очень коротко и ясно без воды и демагоги и рассказов длинных всем пока хороших успехов зарабатывайте бабки